Орешек знанье тёрт, но всё же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать». Сейчас мы из цветной бумаги вырежем для каждого сюжета свою картинку. А вы постарайтесь угадать, о чём пойдёт речь. Не спешите с ответом, иначе можно не разглядеть что-то важное. Редкое творение природы или же секрет мастерства. С таким секретом связан наш первый рассказ. О старой водяной мельнице. Здесь мы сами впервые узнали, что в Жорнове должны быть особые мучные пути. Без них и муки-то не будет. Всё очень просто на мельнице. Но, может быть, это её преимущество. Ей не нужен, например, электрический ток. Пока в речке течёт вода, она и будет вращать жернова. При этом природе никакого вреда от мельницы нет. Как известно, крупные электростанции похвалиться этим не могут. Как жаль, что таких мельниц осталось очень мало. Ведь неторопливые жернова до искусства мельника придают муке какие-то особые свойства. И говорят, что хлеб из неё получается просто необыкновенный. Посмотрите внимательно и запомните. Это рододендроны. Род кустарников или небольших деревьев семейства вересковых. Они растут на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Всего у нас в стране 18 видов рододендронов. Почти половина занесена в клуб. Хорошо бы взять и сразу высадить их побольше. Но вот беда, растут они медленно. А первые семена дают лишь через 5 лет. Недавно учёные Латвийского университета нашли способ обойтись без семян. Вот что они делают. Сначала готовят специальный раствор. Добавляют в него разные питательные вещества. Стимуляторы роста. Потом берут материал от какого-нибудь здорового растения и вместо семян готовят к посадке обыкновенные почки. А в каждой почке и в каждой клетке содержится полная информация о растении или организме. В растворе, благодаря стимуляторам, они растут вдвое быстрее, чем обычно. Когда сформируется корневая система, их можно высаживать в грунт. Такой метод очень удобен не только для сохранения старых, но и для выведения новых видов, запомнили, рододендронов. Загадка давно известна, а разгадка забыта. Что это? Еще вопрос. Имеется ли связь между погодой и образованием кристаллов в этом растворе? Сто лет назад ответ могли дать моряки. Но уже давно и о штормах, и о штилях предупреждают службу погоды. Сегодня спутники передают изображение циклона. К тому же на каждом корабле есть надежное навигационное оборудование. А как же в прежние времена, когда у моряков было всего лишь несколько приборов? И в их числе такой необычный под названием шторм-глаз. Его показания еще надо было разгадывать. Скажем, если кристаллы дружно тают, должна наступить прекрасная погода. Если образуют хлопья, скорее всего будет духота. А если растут, надо ждать бури. И размер, и форма, и даже расположение кристаллов в шторм-глазе давали информацию о погоде на завтра. Но в чем же причина таких изменений? Температура, давление, влажность? Приходится признать, что секрет шторм-глаза утерян. А ведь наверняка здесь кроется какое-то интересное физическое явление. Разгадать эту картинку, конечно, проще простого. Да, речь пойдет о присмыкающихся и ядовитых насекомых. Впрочем, не столько о них, сколько об отношении к ним. В природе каждое творение уникально. Даже если оно, на первый взгляд, кажется страшным и неприятным. Многие ребята с нами согласятся. И уж во всяком случае те, кто пришел на эту необычную выставку. Давайте сейчас вместе с ними просто полюбуемся на представленных здесь животных. КОНЕЦ 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 А знаете, что самое интересное на этой выставке? То, что многие живые экспонаты чьи-то питомцы, домашние животные, наподобие кошек или собак. Поверьте, что любое живое существо способно на искреннюю привязанность к человеку. Конечно, мои дети, еще не все на свете, и это очень грустно, приходится признать. Но было бы, но было бы желание, придут к тебе, придут к тебе и знания, за это вам ручается. Журнал, хочу все знать.